Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у меня есть рыбка, это как насосилых пород, я не помню сейчас точно какое название, потому что их достаточно много разных, это не такая красная как обычно бывает. И я сегодня хочу что-то приготовить из рыбки, я думаю может быть что-то запечу в горшочках в духовке или в фольге, я взяла еще картошку, лук, помидоры, перец болгарский, чесночок, морковку, зелень у меня есть, соль, перец как обычно, масло сливочное и чуть-чуть сыра. Вот я попробую что-то из этого изготовить. Овощи у меня уже почищенные, помытые и сейчас я порежу. Картошку режем тоненькими дольками, чтобы они почти просвечивались на 2-3 мм толщиной. Кладем ее в чашку и закроем пленкой, чтобы она не потемнела. Рыбу я порезала вот так вот, без костей, без кожицы, небольшими такими кусочками. Морковку я натерла на крупной терке, лук порезала полукольцами, если маленькие головки, то можно кольцами порезать, перец тоже полукольцами. Победура почищенная, можно почистить, подержав в кипятке несколько минут, а потом в холодной воде. И пленочка, кажется, легко отойдет. Но мне было лень это делать, я просто взяла картофелечистку и почистила ее, потому что она достаточно твердая у меня, помидор. Вот, мелко нарезала чесночок и зелень от кинза и укроп. И сейчас все буду укладывать. Картошка, вот она уже у нас нарезанная, берем, посолим ее сразу, прямо в чашке. Та же и рыбу. Примерно такой глаз. И поперчем картошку и рыбу. Все перемешаем как следует, картошку с солью и тоже рыбой. Просто в каждой горшочке, чтобы неудобно солить. Нужен один сильнее, другой меньше. А тут сразу все. Берем масло и в каждую формочку на дно положим кусочек масла. Правда у меня все они разные, одни побольше, одни поменьше, но придется как-то делать так. И теперь будем укладывать. Положим на дно картошечки. Дальше поменьше, чтобы побольше. Положим рыбку. Дальше поменьше. Немного перчика. И лука. Лука нужно побольше. Он дает сочность. Дальше поменьше. И сверху положим полега. Положим чесночка. Чуть-чуть совсем. И зелень. Я думаю, чуть-чуть сверху можно присолить. Для того, что помидоры у нас и лук не соленые. Чтобы не получилось так, что не досолено. И все. Закрываем фольгой. И поставим в фольгу. Чуть не забыла. Еще я хотела чуть-чуть положить сыра. Который у меня остался в тёрке. И теперь закроем фольгой. Загреваем духовку. Вспомнила, что в рыбу еще кладут лимончик. И вот положила еще лимончик. Для полного счастья. Попробую, что получится. Нагреваем духовку на 365 градусов по Фаренгейт. Или на 190 примерно по Цельсию. И ставим вот этот противень. Для этого примерно на полчаса. Потом посмотрим. Так как у меня горшочков мало. Все остальное я просто решила положить на противень. Здесь уже масло кусочек порезано. Здесь я положу картошечку. Сейчас я разровняю получше. И сверху на нее положу рыбку. Разравниваем. Разравниваем один слой. Разравниваем картошку. Желательно, чтобы она занимала просто один слой. Потому что дольше всего в этом блюде готовится картошка и морковка. Сверху положим рыбку. Поэтому надо не сильно толстым слойом ее класть. Здесь сверху положим рыбку. Рыбку тоже так положили. Разравниваем. Морковь. Осыпаем. Морковь. И вареночка. Оставшуюся. Вареночка. Оставшуюся. Тоже перчик, нужно даже его порезать, если что, поменьше кусочками, для добора бы сейчас у меня еще перец есть. Рассложили помидоры, присольем чуть-чуть, потому что у нас ловище не солоно еще. Пойдем тесночок, чуть-чуть, присыпаем зеленью и также сверху остатки сыра, все молоко смог спирт клесть. Закрываем дальше водой. Наконец-то блюдо готово. Оно готовилось за 45-50 минут, потому что в горшочке на противень у нас готовилось побыстрее. Наверное, потому что там тоньше слой. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова